Пути жизни Про прадедушку нашего учителя Равыцка Казильбера Про Равнафтоли, который спас тех несчастных еврейских детей Которых забрали в царскую армию и заставляли под пытками креститься И многие выдержали и не крестились Многие сохранили верность своему народу И это то, что делал этот прадедушка нашего учителя Равыцка Казильбера С этими детьми Он в их сердцах укрепил веру и полагание на Творца И я хочу вам рассказать То, что повеление, которое мы учим в недельных главах Которые завершают книгу Ваикра, книгу Коаним То радко они А ведь, если мы подумаем, весь еврейский народ Насколько он выделен, кадош, отделен от семидесяти народов мира С другой стороны, внутри еврейского народа Выделено колено Леви для службы в храме А даже из колена Леви выделена семья Потомки Аарона Акоина Только они могут быть Коаним Священнослужителями в храме И только они могут делать эту службу Которая соединяет небо с землей Я слышал не один раз, как Гаон Равмойша Шапира Зацаль Он приводил слова наших мудрецов Храмовая гора, там, где находится храм Это там, где целуется небо с землей И кто, через кого осуществляется этот поцелуй Через службу Коина в храме Но если мы подумаем Коин должен быть кадош Первосвященник Коин-гадоль Кодыша-кодашим А мы все, ну так, еврейский народ Нет, сказано К душим тихью Святыми будьте Отделенными Выделенными будьте И то, что я хотел вам показать То, что Мой учитель Равицкак-Зильбер В книге Беседы Тори Он говорит Многим кажется Что Святой Это какой-то Великий Равин Который ходит В большой шляпе С длинным пиджаке И так далее Но оказывается А, о, непременно С длинной седой бородой Великий знаток Тора и Кабалы Который все время проводит В молитве и изучении своих книг Но на самом деле Дело обстоит совсем не так Оказывается Что каждый еврей Любой еврей У кого есть Возможность и желание Сделать нарушение Он говорит Развратничать И который тем не менее Сумеет это желание В себе подавить Называется Кадош Святой Человек Который отказывается От некошерной пищи Тоже называется Кадош Рамбом В законах О Исурейк душа Запретов Ради святости Он приводит Именно эти Запреты Запреты Запрещенных Половых связей И запрет Запрещенной пищи Свят Человек Продолжает Равыцко Который не ест Мясное Место Смолочное Он Приводит То что Сказано В главе Эмор Соблюдайте Евреи В Москве В Москве На одном Предприятии И вот Он заметил Что одна Сотрудница Неравнодушна К нему Ищет повода Побыть рядом Кокетничает И как-то И как-то вышло Рискуя Рискуя Навлечь На себя Неудовольствие Начальство Такая победа Далась Нелегко Недаром Он потом Поделился Со мной Своими Воспоминаниями Но что это значит Освящение Имени Творца Мы знаем Как Во время Катастрофы Европейского Еврейства Сколько Людей Которые В мирной Жизни Были Далеки От Еврейства И вдруг Вот когда Выпал Час Испытания Они Шли На Самопожертвование И освящали Имя Творца Рассказывает Равицкак Не просто так Составил Одну Маленькую Книгу Которая Называется Они Ле Дуди Ве Дуди Ли Я Принадлежу Моему Возлюбленному А он Мне И он Собрал Разные Истории Из разных Источников Про то Как евреи На протяжении Всей нашей Непростой Истории Освещали Имя Творца И Это Началось С Нашего Про отца Авраама Который Готов Был Идти На смерть И Его Бросает Царь Немрод Который Возглавил Строительство Вевелонской Башни В огонь И творец Чудесным Образом Спасает Авраама И вот Равыцкак Собирает Все эти Истории Освещений Имени Творца Которых Было На протяжении Нашей Истории Множество И множество Он Приводит Слова Рава Мейра Из Ротенбурга Маарама Из Ротенбурга Он Был арестован Специальный Для того Чтобы Евреи Принесли Выкуп За него И Тем самым Он бы Вышел Из тюрьмы Но Он запретил Себя Выкупать Почему Чтобы это Не было Поводом Для будущих Правителей Всегда Арестовывать Великих Еврейских Мудрецов Чтобы Брать за них Выкуп И вот То что Пишет Маарам Из Ротенбурга Если Человек Решил Осветить Имя Творца Сделать Киду Шашем То что Бы с ним Не делали Забрасывали Камнями Сжигали Хоронили Жемьем Вешали Он Не чувствует Боли В этом Каждый Человек Может Убедиться Сам Нет Человека Который Если Он Обожжет Палец Он Не Закричит Но Тот Кто Шел На Киду Шашем Ради Творца Они Не Кричали И Это То что Царь Давид Пишет В 44 Псалме Что Каждый День Нас Убивают Ради Тебя И То что Пишет Раби Авраам О Леве Живший Средние Века Смотрите Удивительное И великое Явление Мои Дети Идут В огонь С песнями И танцами Они Произносят Слова Которые Свидетельствуют О единстве Творца Освещают И Прославляют Его имя И Он Приводит Как в одном Из немецких Городов Нортхаузен Свидетельство Которое Записал Рабелиезер Бен Яков Во вторник Той недели Читают Недельную Главу Беар Синай Перед Праздником Шивоот Приговоренные К смерти За отказ Креститься И евреи Города Нортхаузена Да Отомстит Творец За их Кровь Попросили У Крестоносцев Крестьян Злодеев Разрешить Им Подготовиться К освящению Имени Кворца И В радости И прийти Году В Германии Еще В Доброш В Доброшвили Он был Равином В грузинском Городе Кутаиси Он Тайно Организовал Обучение Детей В 30-е годы Когда его Арестовали От него Требовали Чтобы он Назвал Таких же Других Учителей И тех Кто ему Помогал Организовывать Учебу Детей Его Пытали Они Брали Раскаленные Железные Прутья И Прикладывали К его Ногам Через 50 лет Я сам Видел Его Ноги На них Было Страшно Смотреть Такие Жуткие Следы Остались От Ожогов Он Сам Мне Рассказывал Что ему Было Гораздо Хуже Когда Эти Садисты Следователи Пытали Его На Самодельном Электрическом Стуле Его Привязывали К стулу А потом Включали Электричество И выключали Но Никого Не выдал Целая Книга Которая Посвящена Освящению Имени Творца Но Может быть Это Равицкак Собрал Может Может Это И Не Так Может Быть Это Исключение Из Правил На самом деле Это Удивительная Вещь Ну Как Это Происходит Что Человек Который Был Далек От Еврейства Вдруг Когда Приходит Испытание Он Отдает Свою Жизнь Ради Творца Я Принес Много Книг Но Я Хочу Вам Рассказать То Как Сам Равицкак Освящал Имя Творца Ведь На самом деле Чтобы Собрать Миньян Помолиться Ну В конце Концов Молитва В Миньяне Это Только Постановление Мудрецов Молитва Есть Спор Может быть Молитва Истора Это Только Молитва В час Беды Удивительная История Я слышал Ее От Великого Мудреца Нашего Поколения Когда На Тридцатый День После Смерти Нашего Учителя Равицкака Он Пересказывал Ту Историю Которая Записана Была Кармелой Райс В книжке Которую Все Знают Чтобы ты Остался Евреем За Несколько Недель До Свадьбы Равицкак Приехал В Куйбышево Чтобы Жениться Он В синагоге Куйбышева Нашел Очень Много Книг У нас В Казани Книг Было Очень Мало А там Видно Евреи Которые Бежали Во время Первой Мировой Войны Принесли С собой Эти Книги Свадьба У него Была Назначена На Вторник А в Четверг В предыдущей Неделе Он Переходил Улицу На главной Улице Улицы Толстого И вдруг К нему Подходит Милиционер И говорит Товарищ Вы Нарушили Правила Уличного Движения Я удивился Видни Я один Перешел И никому Замечания Не сделаны Ну я достаю Полтинник Или рубль Чтобы платить штраф Он говорит Нет Нет Пройдемте Со мной Я иду И вдруг Он меня приводит В здание На котором Написано Смерш Смерть шпионом Военная Контрразведка Вели меня В комнату Посадили на стул Три следователя Меня допрашивают Причем Били меня Равицкая Говорит По лицу Изо всей силы Очки сломали Зуб Очень сильно били Если Равицкая Говорит Очень сильно били Это значит Избивали До потери Сознания Что у тебя За дела С этим Шпионом Фон Дубиным Я им Объясняю Что я приехал Из Казани И там у нас Нет синагоги А здесь есть И хоть я Учитель Но я решил Зайти в синагогу И там Познакомился С Равином Дубиным А тут они Мне показывают Телефон А это что На самом деле Рав Дубин Он И сделал Этот шедух Он знал Равицкака И знал Раванит Гиту И он устроил Этот шедух И я ему Был очень благодарен Пишет Равицкак И спросил Могу ли я вам Чем-то помочь Он сказал Да Пойди На почту И закажи Телефон И разговор И он ему дал телефон Это была Сестра Дубина Которая жила В Москве Когда я увидел Этот номер Я понял Что я попался Но я твердил Свое Познакомился в синагоге Просто выполнил Просьбу А меня избивали Отняли все Что было Записи Документы И бросили в камеру Понятное дело Начали читать мои записи Но там Разобраться было непросто Пишу я на одной стороне листа То на другой То на полях И к тому же на еврите На завтра Приводит меня Опять к следователю Ну Ты организовываешь Постоянно встречи С человеком Который обозначен В записях Как НТТИ Шпион Ну Тут я им объясняю НТТИ Равицкак понял Что позвали Какого-то еврея-доносчика Который знал Еврейский алфавит И он им перевел Это я объясняю им На еврите Значит На ТТИ То есть Я отдал У евреев Принято Каждый день Давать деньги Цдаки Для нуждающихся Можете проверить Возле этого стоит цифра Там полтинник Тридцать копеек Рубль Хорошо С этим уладили Тогда мне показывают Другую запись И тут я немного растерялся Чувствую Что это мне им Никак не объяснить Надо сказать Что это Равицкак Говорил много раз Что В Казани не было книг А в Куйбышеве Было столько книг Это беженцы Из Литвы И Латвии Их принесли Может быть Они уже умерли Но их книги Сдали в синагогу И там оказалось Много редких книг И рукописей Я нашел книгу О которой слышал Но которую в Казани Не видел Ее написал Великий раввин Раби Акива Эйгер Который был Главой поколений И он Объясняет Он задает Трудные вопросы На Тратат Ирувин А Ирувин Это особенное Постановление Чтобы Благодаря тому Что проводится Вокруг Какого-то поселения Или города Натягивается Проволока Или нить Она превращает Все это место В единый Как бы дом И тогда можно Переносить Из дома В дом И Мишна В трактате Ирувин А это Один из самых Тяжелых Трактатов Я знаю Что мой учитель Мойша Шапира Что память о праведнике Была благословена Что когда он Пережил Первую операцию На мозг Он проверял Себя Помнит ли он Все Очень Глубокие Объяснения Разных мест Именно трактата Ирувин Так вот Раби Акива Эйгер Обсуждает Вопрос О том Если Ирув Наталкивается На гору И об этих Записях Меня сейчас Спрашивали Но я начал Добросовестно Объяснять Поскольку Вопросы Раби Акива Эйгера Связаны С комментарием Раши И особенно С комментариями Комментариями Тософот На Талмуд Мне нужно было Объяснить им Мишну Ну то есть Которая Основа Того Что разбирается В Талмуде Я Объяснил Насколько мог Им Мишну Дальше Как это Объясняет Раши Потом Попытался Объяснить им Трудные вопросы И объяснения Тософот А Потом уже Вопрос И ответ Раби Акива Эйгера Я говорил Часа полтора А то и два Вручаясь вам Что даже Мишну Они не поняли Так и остались С убеждением Что я их Обманываю А потом Позвонили куда-то Я слышу Говорят обо мне И обсуждают Ну сколько ему дать Пятнадцать лет Или только десять У них такой прием Запугивать человека Чтобы добиться признания А ведь уже Наступает пятница И в этот момент Я подумал Что будет С моей мамой Которая уже Села на пароход Чтобы из Казани Приехать в Куйбышев Пароход должен Прибыть в Куйбышев Либо в воскресенье Либо в понедельник Мать едет На праздник На свадьбу Своего единственного сына Она идет его В тюрьме Она вдова Только недавно Умер мой отец А у нее порог сердца Я начинаю Молиться Творцу Чтобы он Пожалел Мою мать Я говорю Ты же знаешь Что я у нее Единственный сын И если меня посадят Что будет с ней Равыцкак пишет Я до сих пор не знаю Как и почему Но в пятницу Незадолго до выхода звезд Незадолго до закода солнца Меня неожиданно выпустили Я еще успел Забежать в синагогу На вечернюю молитву И свадьба состоялась вовремя Освящение имени Творца Равыцкак не просил За свои заслуги Он просил только Чтобы не причинять Страданий Своей матери А он говорил Что в своей жизни Он молился по-настоящему Только несколько раз Когда он замерзал Когда несколько дней Не было хлеба И голод И уже он От голода От холода Уже почти И согласился Лечь и заснуть И он попросил У Творца За заслуги Своих родителей И он нашел Маленький кусочек Халвы Который мама ему положила Третий раз Он молился Когда в лагере Как раз Когда были Слиход Началась Несколько дней До Рошашана Когда в Ашкенасских Общинах Говорят Слиход Была суббота И он спрятался И Видно Задумался Или заснул И весь лагерь Стоял и ждал И вот Когда его нашли С собаками Все готовы Были его разорвать Вот тогда Он говорит Я по-настоящему Молился И мой друг Равин Равгершин Берман Ученик Равыцкака Который ушел Год тому назад Он говорил Что как-то Я пришел К Равыцкаку И сказал Что делать Надо пойти Каким-то великим Кабалистам Чтобы решить Такую проблему Равыцкак сказал ему Мы же с тобой Прошли лагерь Мы же знаем Мы же знаем Что такое молитва А молитва Это значит Жизнь Или смерть И они Помолились Вместе Сила молитвы Сила полагания На Творца Сила Освящения Его имени Ведь вся жизнь Моего учителя Равыцка Козильбера Была освящением Имени Творца Каждый час Он проверял Что в этот момент Хочет от меня Творец Отчего Ему будет Более приятно Что я должен Делать И Этот счет Который вел Его по жизни Многие люди Думают Живу Как бы Утром стою Днем молюсь Днем молюсь Днем молюсь Вечером молюсь Что-то учу Все в порядке А правильный счет Отчего будет На Хатруах Отчего будет Более приятно Творцу С этим счетом Каждый день Каждый час Жил И освящал Имя Творца Мой учитель Равыцка Козильбера Чтоб память Праведники Была Благословим